Друзья, приветствую всех на канале Artamon of Life. Сегодня начинаю свой очередной влог. И вначале хочу я вас поздравить уже с наступившим Новым Годом, потому что этот видеоролик вы увидите только 1 января. Так что с наступившим всех 2019 годом. Всех благ, здоровья и успехов. Влог начинается. А я в свою очередь, несмотря на то, что у нас время 7.20 сейчас, тороплюсь сходить в магазин Lidl, купить кое-что по мелочевке. Там у нас опять нет молока. А так как я кофе-зависимый человек и пью кофе очень охотно с молоком, то нужно купить молоко и что-то там еще. Все. Хлеб, по-моему, надо купить. Посмотрим. И все. Я быстренько сейчас бегаю, так как магазины сегодня 31 работают с 7 до 14, а я работаю сегодня с 9 до 18. То есть я не попадаю в магазины. Все. Бегу в Lidl. Итак, сейчас я уже дома. Пью кофе. Быстренько у меня время 10 минут есть. И иду бегом-бегом на работу. Все. Сейчас я уже нахожусь в городе Бадзульца. Приехал сюда и хочу вам рассказать вчерашние истории, которые со мной приключились на работе. Так как вчера у меня просто не было сил. И я был очень уставший. Вчера у меня была одна группа, 9 человек. В принципе, они сегодня будут до 5, а не до 2-го числа, до 3-го. И это была очень веселая группа из бабушек и дедушек. Они вчера пришли, заказали себе пивко. Но, видимо, до пивка у них было еще что-то. Выпили и хохотали на весь ресторан. Веселили все гости ресторан. Вот просто не так тихонько смеялись, а прям хохотали в голос. И когда они ушли, все остальные гости, которые сидели рядом, сказали, вот зайдам, слава богу, что они ушли. Стало прям сразу мгновенно тихо стало в ресторане. Это был один из интересных случаев. Второй интересный случай был в том, что подзывает у меня пара, муж с женой, и спрашивает, откуда вы. То есть у меня многие спрашивают, откуда я. И если многие как бы путаются с ответом, они говорят в основном, либо я из Польши, либо я из Чехии, либо я из Румынии, либо я из Молдавии, то эта пара угадали, откуда я. Сказали, что мы думаем, что, возможно, из России. Я сказал, да, так и есть, что из России. Они говорят, потому что, говорят, мы когда-то были в России на Байкале, в городе Улан-Удэ. И, говорит, мы запомнили, что все русские, которые нам встречались, очень дружелюбные и очень вежливые. Говорят, и вы похожи на русского, потому что вы всегда улыбаетесь гостям, вы всегда дружелюбные и всегда вежливые. То есть вежливость – главный чат-то русского народа в понятии немцев. Вежливость, дружелюбность и, не знаю, еще какие. Но вот по этим двум чатам они поняли, что я из России. Как я сказал, все остальные думают, что я приехал, вот, либо, в основном говорят, что я приехал либо из Чехии, либо из Польши. Похож я на поляка или на чеха, не знаю. Еще вспомнил одну интересную историю, которая вот зашла, наверное, дня три. Но я сейчас вам расскажу об этом. Я просто забыл рассказать. Была тоже семейная пара, очень пожилые люди, лет за 80. И вот мужчина рассказывал, что он в свое время, после войны, был захвачен в плен и сидел в Сибири, в Булаге, в России. И как вот к нему относились, как его чуть не порезали местные зэки. То есть он рассказывал, что когда проводили осмотр, у одного из людей, у одного из зэков, была спрятана в телогрейку лезвие. И потом ночью он пытался порезать его по горлу этим лезвием. Но он каким-то образом, каким-то чудом спасся. Хотя это не смешно. В тот момент было ему. Но он уже рассказывал это со смехом. Каким-то образом он спасся и выжил в концлагере. И сейчас проживает здесь вместе со своей женой и является гостем нашего отеля. Так, сейчас я уже на работе, придеваюсь. Сейчас один был интересный случай. Наша сотрудница нашего отеля шла на работу, приехала на машине. И когда шла с парковки, она увидела, что гости припарковались неправильно. То есть где-то немножко на тротуаре. И одна машинская прям возле дверей отеля. Она все номера сфотографировала. И сейчас пойдет разбираться. Так, сегодняшний день закончился. Ура-ура, он был такой же сложный, как вчера. Сейчас я быстро переодеваюсь и бегу просто на поезд. Потому что времени остается мало до поезда. Так как сегодня 31 декабря, то так же, как и на Рождество, не хватает персонала у фирмы Абелеву. Поэтому поезд, который должен был ехать, бежать, прыгать, если надо так назвать, 17 часов 20 минут его отменили. Сейчас время у нас 18.20. Я только сейчас еду домой. То есть сегодня я, получается, отработал лишний час из-за того, что не было поезда. Как я сказал, еду домой. И потом уже думаю, что сегодня включусь в прямом эфире. Когда будет фирмен, я покажу, как это происходит. Все прям вживую, в реальном времени онлайн. Сейчас я иду домой, только слышали выстрелы. Слушайте, выстрелы фирверков уже видны. Сами фирверки, когда я ехал ходить, прям кто-то запускал какой-то хороший фирверк. Было очень красиво. Я набирал это из окна. Почему тоже мне запускать фирверки? Так что нас все это еще ждет. Идет вон группа молодежи за мной. Три человека, если вам их видно. И бросают прямо на проезжую часть. То есть едет машина и прямо под машину бросают. Так нельзя делать. Это же очень опасно. Слушайте, у нас здесь вот повсюду такая сейчас вернда. Везде-везде фирверки. Я в темноте иду. Меня не видно. Потому что здесь такая улочка, она не очень освещенная. Сейчас я появляюсь. Но фирверки запускают по всему городу Апольдо. И прям довольно-таки много и часто. Как я сказал, эти хулиганы. Ну, не знаю, лет может быть 14-15. Идут, кидают прямо под машину. Друзья, запомните эту площадку, какая сейчас она есть, чистая. И в завтрашнем влоге, когда я пойду на работу, а я пойду рано, вы увидите, какая она будет. То есть сейчас запомнили. Все чисто. Перед магазином мебель. Завтра посмотрим. Друзья, я практически дошел до дома. Если вы меня спросите, какое у меня сейчас настроение, у меня сейчас настроение такое же, как вчера. Просто-напросто упасть и спать. Ну, никак не новогоднее, никак не веселиться и там подобное. Тем более, завтра у меня тоже пью динст. Первая смена. Завтра я из дома уже должен выйти в 7 часов. А остану, значит, я в 6. Да, в 6 стою, в 7 выхожу. И вообще нет никакого настроения праздновать. Потому что, если у вас такое бывало, ну, у меня вот такое тоже есть после работы, когда ты идешь, у тебя прям ноги подкашиваются и не могут идти. Вот сейчас у меня это и происходит. Но будем сегодня немножко праздновать. Ну что, друзья, вот мы идем сейчас бабахать. Вот у нас спектакля целая. Целая рука, да, у Англия, с спектаклями. Время сейчас... В 10 часов. 5. 5.11 и по-московскому уже наступил Новый год. И мы идем сейчас немножко бабахаться. Ну что-то здесь все с новым родом. С новым счастьем. Ну, посмотрите, сейчас все у нас происходит на улице. Мы выходим тоже взрывать. Слышите, что здесь творится? Ахольды города как-то упадут. Ты много сейчас много пропустил. А? Много пропустил. Много пропустил, а тут еще много. Тут везде полетят, везде одни залпы. С Новым годом, с новым счастьем, все, друзья, все, друзья. Друзья, ну, чтобы вам понять весь размах сегодняшних мероприятий, смотрите, весь город просто-напросто взрывов, пикарды и ракетницы. Вот там, если бы вы посмотрите, просто туман, точнее, смок. И весь город светится, просто светится от фельдверка. Все от фельдверка. Посмотрите, смотрите, что здесь происходит. Это все происходит между домов, на стоянке с машинами. Это просто какое-то безумие. Это какое-то безумие. И завтра я вам покажу, какой здесь будет грязный асфальт от этих всех упаковок, петард и тому подобное. Мы сейчас уже с Глебом идем домой, так как завтра мне нужно будет работать. И поэтому мы идем сейчас домой. Смотрите, смотрите, что происходит. Ракета вылетает в разные стороны. Очень опасно идти. Глеб, тебе страшно идти? Нет, не страшно. Привычно. Но мы здесь уже, да, четвертый Новый год свой празднуем, поэтому нам уже привычно. Но вообще происходит какое-то сумасшедшее. Этот год вообще полетел. В этом году больше, да? Да. Посмотрите, это прям взрывает все проезжие части. Просто на проезжей части стоят люди и взрывают. Если какая-то машина захочет поехать, она это ничего не сделает. Смотрите, сейчас полетит ракета. Улетела в дом. Смотрите, разорвалась к нашему дому. Посмотрите, сейчас будет, как они разложат ленту. Глеб, подожди. Сейчас посмотрим, как они разложат ленту. Подожгут ее, она будет прям взрываться. Посмотрите, что там происходит. Вот они подошли ленту. Сейчас она будет потихонечку взрываться. Видите? Стоп-стоп-стоп. Мы так же делали с лентой? Мы так же с лентой делали? А? Так же с лентой делали? Нет. Нет? С лентой пищи. Да? Итак, сейчас смотрите, у нас еще продолжаются взрывы. Сейчас я снимаю из бутона. И это продлится еще на протяжении полчаса. Проблизительно все время уже 47 минут. И до сих пор взрывы продолжаются. Итак, друзья, на этом я буду свое видео сегодняшнее заканчивать. Сегодняшний влог, он очень интересный. Смотрите мои завтрашние... Смотрите мои завтрашние видео. Смотрите мои завтрашние влоги. Всем желаю всего хорошего. Еще раз с новым, всех новым 2019 годом. И без бай. Чус.